За свою профессиональную карьеру 13 поединков. Во всех 13 победил, 10 из них досрочно. И вот в мае этого года, 9 мая 2015 года во Франкфурте он победил немецкого средневеса Феликса Штурма, который, в общем-то, очень редко проигрывает, а тем более у себя на родине в Германии. И таким образом завоевал, наконец, вот этот пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в суперсреднем весе. Это 76 с небольшим килограммом. Вы видели сейчас тренера английского чемпиона. Его тренируют братья Паскаль и Стив Коллинзы. Ну, вы знаете, как мне известно, мне звонил сегодня промоутер нашего Федора Чудинова, Владимир Хрюнов, и сказал, что вчера на взвешивании была стычка даже, чуть до драки не дошло, потому что Стив Коллинз имеет какие-то претензии, что ли, к Рою Джонсу, который будет секундировать сегодня нашего боксера, и пытался затеять потасовку. Но все закончилось в итоге нормально. Увели Грачуна, и сегодня в ринге, в общем-то, главные претенденты и главные действующие лица. Рой Джонсон на ваших экранах, он будет сегодня секундировать. Он помогал Федору Чудинову в подготовке к этому бою. К этому бою, простите. Успел съездить в Америку, вернуться, снова приехать сюда на тренировочную базу Озера Круглое. И, как сказал сам Федор, за это время, пока он поработал, за это недолгое время, что он поработал с Роем Джонсом, он очень много успел подчеркнуть. Ну и основной тренер Алипи Дуриев, который работает сейчас с братьями Чудиновой, естественно, он тоже будет в углу и будет секундировать нашего боксера. На ваших экранах рефери этого поединка Терри О'Коннор. Англичанин, не можете не удивляться, что англичанин, потому что допустимо по правилам Английской Федерации профессионального бокса. А Фрэнк Уоррен, который является основным промоутером сегодняшнего вечера, хорошо известен в мире бокса. И, в общем-то, вы знаете, говорят в последнее время, что трудно очень выиграть на Олимпийском ринге. Простите, на Лондонском ринге, не правда ли? Бывают такие мнения. Раньше говорили это обычно про немецкие ринги, сейчас чаще стали говорить про английские. Но все-таки у Фрэнка Уоррена репутация порядочного человека, я считаю. Борис Евгеньевич, мне кажется, что английский бокс, он ярко стоит, обособленный, отличается тем, что там боксеры любят, умеют драться. И судьи, которые судят эти поединки, они всегда смотрят на это по-настоящему. Они любят драку, они любят бокс. И я знаю, что в Англии бокс очень часто бывает достаточно кровавым. Да. Кстати, Федор Чудинов, если предложит ему бокс в такой стиле драка, да, жесткий, он может пойти и на это. Наш чемпион очень хорошо готов, физически. И, помимо того, умеет ставить соперников на место. Единственное, у меня опасения вызывает один из боковых судей, двое из Германии, Оливер Брин и Инго Барабас. А вот Виктор Симмонс из Панамы. Он судил как раз вот тот бой с Феликсом Штурмом, о котором я вам только что недавно рассказывал, где Чудинов сумел победить и завоевать вот этот титул чемпиона мира. И судья из Панамы был единственным из трех, который отдал победу тогда Штурму. Двое других дали приоритет нашему боксеру и разногласием он победил. Ну, это все остается за рингом уже, начинается бой. И самое главное, конечно, то, что мы сейчас увидим. Вперед пошел сразу Чудинов. Но надо учесть, что у англичайна хорошая любительская подготовка. В 2010 году он прошел отбор в олимпийскую команду, но не дождался Олимпиады в Лондоне 2012 года и в 2011 году ушел в профессионал. Ваше мнение? Федор достаточно смело начал поединок, и знаете, но видно, что изучили соперника. Очень смело и очень уверенно. И как мы видим по первым секундам первого раунда, все делает вовремя и все делает правильно. Не потому, что есть волнение и пошел вперед, не потому, что такие, скажем так, чувства возбуждения, но видно, что все сделано по делу. Мне кажется, Федор должен с первых секунд начать создать давление, создавать давление, создавать прессинг. Ну, он это и пытается сейчас сделать. Мы видим... Хороший джеб. Он идет, он нависает, он старается больше атаковать. Причем, смотрите, атакует разнообразно, бьет в туловище, поднимает удары вверх. Единственное, надо быть, конечно, с бульони... С бульони, простите, надо быть очень внимательным. Вот сейчас все Федор сделал правильно, успел поднять перчатки к голове. Да, но пропустил его сбоку в обувь виска. Это опасно. Высокий парень, Фрэнк Бульони. Неплохо двигается на ногах. Он на 8 сантиметров выше Федора. 185 сантиметров просто англичанина и 177 у Чудинова. Справа пропускает Федор. Отвечает справа. Федор, вот когда выходит на эту среднюю дистанцию, у него обе руки, собственно, бьющие. Он хорошо бьет и справа, и слева. По силе удара они примерно равны. И боковые удары, если он начнет их использовать и использовать вовремя и удачно, то это, конечно, может стать одним из главных оружий. Собственно, наверное, этим главным оружием он и сразил Феликса Штурма. Потому что, как мы видели, из-за блока боксировал Штурм. И все боковые удары, они практически очень много приходили в цель. Как раз за перчатку. Активный обмен. Ну, смотрите, перехватывает порой, да, атаки Федора англичанин. И проводит свои серии. Тоже весьма, в общем-то, убедительно действует порой. Закончился первый раунд. Почти без разведки прошел. Да, только что об этом хотел сказать. Практически без разведки. Сразу к делу принялись ребята. Рой в углу. Это радует. Рой в углу. И очень радует то, что Дмитрий Лучников тоже в углу. Один из лучших катменов. Лучше, пожалуй, у нас в районе. Я думаю, что лучше, да. И мой товарищ, и коллега, человек, который очень много боев последних рядом со мной в углу. И я знаю его работу, знаю, как он умеет это делать качественно и правильно. Ну, если коротко, мне кажется, Бульоне немножко не ожидал такого натиска. И, как мне кажется, в углу недовольны. Потому что англичане нужно останавливать Федора, пока это не получается. Ну, пару раз он сумел перевести, да, чужую атаку сразу в свою. Правда, Федор ответил. Ответил и всего один раз пропустил. До этого успевал перекрываться. Ну, посмотрим, как будет сейчас во втором раунде. У Федора все в порядке с нервами. Это он доказал. Вот в предыдущем бою в Германии. Опять-таки, на него не действует вот эта аудитория огромная, боление. Здесь за него можно быть спокойным. А вот внимательным в защите здесь, конечно, надо быть максимально сконцентрированным. Хорошая передняя рука у Федора нравится мне. Он бьет такой очень жесткий, знаете, быстрый жесткий джеб. Он практически даже не такой не на разведающий, не на легкий удар похож. Он похож на настоящий плотный удар. И вот мы снова видели его. Два раза он провел этот удар передней рукой. И вот снова четко. Таким ударом очень легко можно потрясти соперника. И даже отправить в нокдаун или в нокаут. Ну и, собственно, сумма этих ударов, она тоже ведь накопится, если в поздние раунды перейдет поединок. Хорошо ли вы сбоку достал, продолжил атаку, еще ли вы прямой. Да, передняя рука хорошая, а сейчас у Федора. Так, второй раунд говорит о том, что Бульонис чувствует себя очень неловко и очень неприятно. У Федора все начинает получаться. Попытка Чудинову ударить кросс через переднюю руку уже неоднократно. Несколько раз пополучалось. Самое главное, что Чудинов нашел вот эту дистанцию, как мне кажется, да? И благодаря этому прессингует. Он очень далеко не отходит. Не дает сопернику времени на передышку совершенно. Да, Бульони, что касается дистанции, как раз Бульони делает одну очень неправильную ошибку. Он слишком близко подпускает себе Федора, учитывая свой рост и свои руки. Передние руки мы пока не видим от англичайна, хотя, казалось бы, ею-то он и должен пользоваться. Хорошо закрыт Федор. Да, вот эти такие простые элементарные двойки, они, конечно, ничего англичайну не дали. А здесь вот на близкой и средней дистанции Федор просто переигрывает, конечно. Он и в скорости больше, лучше. Он не нравится. И бьет Федор на отходах. Здорово. Вроде вошел в ближнюю дистанцию, делает шаг назад, появляется место, куда можно засунуть кулак. Корпус англичанин. Перевод в голову. Хороший раунд проводит Федор. Отличный раунд. Первый раунд присмотрелся, можно так сказать, второй. Вообще пока без шансов. Ну что ж, мы видим угол нашего боксера. Да, Род Джонс говорит, ты выглядишь очень хорошо. Подтверждаю его слова. Федор выглядит очень хорошо. Ну вы знаете, что Чудиновы, это братья Федор. У него есть старший брат Дмитрий, который совсем недавно, он на категорию ниже, в среднем весе. Федор в суперсреднем. Так вот, Дмитрий еще недавно владел поясом временного чемпиона, но здесь в Англии уступил, к сожалению, этот титул. Сейчас готовится, будет тренироваться и, наверное, будет пытаться вернуть себе это звание. Уступил он Юбинку, очень хорошую, Юбинку младшему, хорошему английскому средневесу. Вообще ребята родились в Братске, но рано приехали в Серпухов. Попали в школу Олимп к тренеру Алексею Галееву, который сделал из них, в общем-то, боксеров. И Дмитрий хорошо был известен уже как любитель, он постарше. Федор успел в 19 лет стать бронзовым призером чемпионата России, вот в этой весовой, простите, возрастной категории. После этого они все-таки решили выйти в профессионалы, уехали в США, провели там по четыре боя. Но что-то там не сложилось. Вернулись снова домой. Был небольшой перерыв, но снова попали к своему же тренеру, вернулись, так сказать, в родные пенаты. Галеев тренировал до последнего времени, но вот сейчас, на последние поединки этого года, они стали работать с Олимпи Дуриевым. Ну а сейчас уже к этому прибавился и Рой Джонс. Борис Сергеевич, вот пока вы говорили краткую биографию, я не хочу сказать, что происходит избиение, но у Федора практически каждый удар ложится в цель. Да, да. Очень хорошо все получается. И причем он кураж поймал, мне уже кажется, успокоился абсолютно, действуя очень четко. Конечно, передняя его рука, она очень много делает для Федорова полезного. И практически все атаки он либо останавливает, либо начинает с передней рукой. И видно, как Фрэнку англичану неприятны эти удары. И как я вижу, к джебу Чудинову он практически не готов. Он не защищается. Еще не заметил ни одного хорошего эпизода. Быстрый джеб у Чудиново, быстрый, во всем скорости. И очень плотный. Хорошая передняя рука у Федера. Перевод в корпус, перевод в голову. Хорошо ушелся, смудрить. Развернулся. Некоторые удары в контратаках, которые в бульоне проходят, такое впечатление, что они вообще никакого действия не оказывают. Ну да, здесь есть повод, конечно, поговорить. Может даже на повышенных канат, потому что, конечно, они тоже пытались изучить максимально Чудинова. Смотрели, безусловно, его бой последний в Германии. Но пока контрмер реальных, можно сказать, английский угол не нашел. Бульоне вообще интересный парень. В каком-то плане. Потому что помимо бокса, он снимается еще как модель для некоторых журналов. И в каракометражных фильмах. У него есть уже несколько опытов в кино. Но такая итальянская кровь бурлит в нем, конечно. Его прадедушка в 2020 году еще эмигрировал из Неаполя в Лондон. И вот так эта семья Бульоне обосновалась здесь, в Англии. Мы слышим крики из зала «Россия! Россия! Россия!». Ну смотрите, казалось бы, да, руки длиннее у англичанин. И это должно было, в общем-то, играть ему на пользу. Вот как сейчас. Да он пытался держать на дистанции, ничего не вышло, абсолютно. Пока бой приобретает абсолютно односторонний, однообразный характер. У чемпиона Федора Чудинова получается практически все. Поэтому я могу предположить, Борис Сергеевич, если подобным образом будет развиваться поединок, сколько ударов пропускает англичанин, это рано или поздно закончится либо техническим нокаутом, либо просто нокаутом. Но мы знаем, Федор бьет. И бьет очень плотно. Да, у него жесткий, плотный удар. Тяжелый. Причем еще, знаете, в чем дело, мне кажется? Федору почти не надо сушиться перед боем. Он, как правило, не набирает больше там 78 килограммов. И поэтому физически очень хорошо готов в каждом поединке. Очень много пропускает англичанин. Очень много. Пытается реваншироваться, но больше приходит в блок. Больше в блок, а россияне атакуют очень разнообразно. Посмотрите, когда снова подходит на свою дистанцию. Вот сейчас он пытается выйти на эту точку огня. И хорошо, видите, снизу боковые. И все в цель, все туда, как говорят боксеры. Да, проблема англичанина в одном. Он подходит спиной к канатам и не пытается ни контратаковать, ни ударить навстречу. Он просто ждет, когда начнется атака Федора. А она всегда начинается неожиданно. Всегда с передней руки очень неприятно. И он начинает пропускать раз за разом. Нету контратакующих мер. Да, не ждать, не ждать требуют от англичанина его в его углу. Его секунданты действуют решительно. Самому атаковать. Ну, собственно, это та ошибка, на которую как раз Григорий Дроздов обратил внимание в предыдущем раунде. Посмотрите на ноги Федора. Он плотно стоит, да? Он плотно стоит, а вот сейчас, посмотрите, работает на носках и двигается. Посмотрите, проваливает и контратакует. Находит себя. Находит себя. Нашел кураж Федор. И это радует. Начинает играть. А это говорит о том, что есть комфорт и есть понимание и рисунок. Все отлично. Четкий план на бой. Вы знаете, вот я опять-таки возвращаюсь немножко к тому бою, который проходил в мае во Франкфурте. Мне кажется, ну, так на первый взгляд, конечно, трудно определить, что привнес Рой Джонс. Хотя Федор говорит, что несколько таких, говорит, очень точных замечаний он мне дал, говорит, и они очень здорово подействовали. Ну, это так вот сразу не определишь, но явно стал он еще более уверенным в своих действиях. Посмотрите. Англичане сейчас делают защиту ради защиты. Так не пойдет. Федор рано или поздно его скушает, говоря жаргонным выражением. Нельзя просто защищаться. Не тот уровень. И мы видим, Федор Чудинов находит себя раз за разом, находит дистанцию, которая ему нужна. Каждый удар приходит в цель. Честно говоря, я больше опасался за исход этого поединка. Мне казалось, что, ну, англичанин в бульоне, он будет более конкурентен, что ли, в этом проединке. Но мы видим, что нет. Потому что те соперники, которые были у бульоне, вот за те его 19 боев, которые он провел, там, в общем-то, больших имен и особых достижений не было. Да, он выиграл европейский титул по БГУ, но соперники все были не яхти, скажем прямо. Ну, собственно, и у Чудинова тоже до последних двух боев соперники не были сверхопасными. Ну, вот когда он победил Маккалаха и после того, когда победил Штурма, мы уже заговорили о нем как действительно о сильном и достойном боксере, который вошел уже действительно в элиту и может претендовать на звание чемпиона, что, собственно, он доказал. И сегодня вот в этом бою разница в этом классе, она становится заметной от раунда к раунду просто. Зрители поддерживают своего боксера, поддерживают, кричат, поют. Мы знаем, какие болельщики в Англии, как они любят бокс, как они болеют за бокс. А тем более, что тренеры и секунданты бульоне, они ирландцы, и он тренируется в ирландском клубе. А ирландские болельщики – это вообще что-то неописуемое. Небольшая кучка таких фанатов может переключать. Огромный зал, даже такой вот, 12-ти тысячный, как у Эмбли. Все складывается неплохо, но вы видите, Рой Джонс еще указывает на какие-то недоработки, где можно приправить. Да, Али переводит для Федора. Но смотрим на лицо Федора Чудинова, чистенький, все в порядке, все отлично. Он не пропускает сильных ударов, а темп с его стороны только растет, растет. Я не знаю, сколько раз еще может пропустить англичанин, сколько раз он может выдержать переднюю руку Федора, но раз за разом Джеб достигает своей цели. И знаете, вот по ощущениям, по своим, быть претендентом на титул чемпиона мира и показывать такой бокс, ну, по крайней мере, до шестого раунда, наверное, все-таки не стоит. А вы знаете, он-то претендент, конечно. Он четвертый номер сейчас по версии WBA. Ну, а мы знаем, в этой весовой категории у англичан есть сильнее ребята. Тот же Дигейл, тот же Гроуз. Они выше в английской классификации стоят. В английском рейтинге они стоят выше, чем Фрэнк Бульоне. Ну, выпал по шансу такой парню этому. Ничего конкурентного пока не может англичанин предложить. Абсолютно. Односторонний бой. Защита, защита. Редкие, редкие выпады. И опять защита, защита, защита. Пока англичанин, ну, скажем так, практически спасается. Пока он спасается, Федор его поставит в такие положения неудобные. Он не знает, как себя вести. Он только думает о том, как защититься, как не пропустить. Все. Он не думает о том, как нужно победить. Собственно, отдал полностью инициативу российскому боксеру. И Федор делает все, что ему хочется. Обычно первая защита, она всегда бывает полегче, да? Но то, что Федор вот решил ехать в гости на чужой ринг, вот это было немножко, казалось, опасным. Ну, видимо, промоутер Владимир Хрюнов знал, какой соперник будет. Ну, авторитет Федора как боксера от этого и уважения только растет. Мы всегда знаем, что приезжать на чужую территорию и боксировать там при чужих зрителей, конечно же, тяжелее. Ну, сегодня великолепно сказывается поединок для Федора Чудинова. Сейчас Федор пропустил правый боковой, но абсолютно даже не дернулась голова. Ответ Бульони. И зрители его поддерживают, конечно. Но очень легкие удары. Очень легкие удары. Легкие удары к тому. Здорово, левый сбоку, Федор Чудинов. Здорово, правый. И снизу. И здесь повнимательнее. Ответ через руку. Вот этот тот сейчас... Ох, правый премудровый скат Федор. Вразбен пошли, ребята. Стоит это делать Чудинову или нет после гонга? А вот это нужно снимать очки и можно дисквалифицировать. Вот такого никто не ожидал. Боксер опустил руки в это время бить его. Так, так, так. Ну что? За это должны быть санкции. Смотрите, секундант, кричатый. Секундант говорит, что он не слышал просто. Я бы не сказал. Мне кажется, мне кажется, боксер должен всегда контролировать себя. И бывают такие моменты, когда не слышишь гонг. Но здесь, мне кажется, было явно. Ну, опустил Федор руки. О-хо-хо. Я говорил, что удары у него не сильные. Но вот сейчас мы посмотрим, да? Вот. Ну, слава богу, поднялся. Поднялся, да. Но даже не сильный удар. Уже рефери практически руку между боксерами вставил и бульоне наносил свой удар. Вы знаете, что хочется сказать? Может, и не стоит Федору в такую рубку идти? Да, удар у него посильнее. Он может, конечно, перебить, переломать соперника. Ну, это лишний риск, мне кажется. Так, мне кажется, рефери снимает очки или даже два. Или два можно снимать очков? Очка я. Однозначно, англичанин за подобное действие должен быть наказан. Половина боя позади. Посмотрите, пошел как. Ну, бульоне почувствовал, да, что вот в таком размене он может что-то поймать. Получить какие-то дивиденды. Вот стоит ли Федору на это идти? Большой вопрос. Рисунок меняется. Англичанин немножко ожил, поверил в себя. Безусловно. Федору, может, надо сейчас просто пробоксировать чуть-чуть. Подумать о защите. Все было очень хорошо. Шесть раундов сделано. Я думаю, что никакой паники не должно быть. Хороший боковой сейчас проходит у Федора. Да, да. Вот здесь, вот здесь. Подумать побольше о защите сейчас. Нужны два-три точных удара, чтобы снова поставить бульоне на место. Остудить пыл, так скажем. Да. Вот так. Чуть-чуть разорвал дистанцию. Снова включил переднюю руку. Перчатки, перчатки поднимать на место. Не забывать. Ни в коем случае. Да, вичанин явно осмелел немного, но насколько его хватит. Не заметил я в нем супер такой могучей силы большой. Физически в первую очередь. Пропускает левый прямой. Очень тяжелый. И серия. И серия заканчивается правым боковым в голову. Очень неплохо. Ответ чемпиона и очень достойный. Все, Федор снова берет бой в свои руки. Здорово. 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 И поменять сейчас угол. Но бой получается для зрителей очень интересным. Согласитесь. Пилотный поединок. Практически без пауз. Здорово. Левый сбоку. Попадает правый прямой Федор Чигинов. Попытка удара навстречу через руку англичанин. Не проходит. Вот смотрите. Так размашисто действует Бульоне в эти моменты. Когда пытается сам начать атаку. Очень юизюменно становится для ударов снизу. Во-первых. Через шур, через шур, широко действует англичанин. Мне очень нравится, как Федор двигается в ринге. Ну что, последняя четверть. Вы выбираете, Фрэнг. Вы выбираете! Вы выбираете! Вы выбираете, Фрэнг. Б política у нас найдено! Это надо делать. В какой-то момент, казалось, Бульоне смог перехватить инициативу, но это длилось недолго. Федор снова взял бой под свой контроль. Еще раз скажу, что опасений у меня было перед боем гораздо больше. Но, видимо, соу-промоутер вот этого вечера Владимир Хрюнов знал, что этот соперник Федору будет вполне пассива. Владимир Хрюнов, которого уже многие у нас в стране сравнивают с Доном Кингом, с таким же по его влиянию в боксе, потому что он делает. Вы знаете, мне кажется, и сам Владимир, ему очень нравятся эти сравнения. Только есть одно но. Дон Кинг, так как большой, великий промоутер, он делал большие, огромные бои, которые помнит весь мир. Но также мы знаем его негативные стороны, его характера, его действий. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наш российский Дон Кинг Владимир Хрюнов перенимал только положительные качества. Потому как есть мнение, что Владимир, конечно же, очень талантливый человек, но все-таки от Дона Кинга берет полностью под копирку, копирует все его действия и даже те неприятные негативные моменты, которые делает Дон Кинг. Вы помните, у них тоже были свои. Ну ладно, не будем отвлекаться. Посмотрите, хорошая атака снова в углу. Оказался англичанин. Федор опять-таки провел правую прямую очень четко. Продолжается вот эта бомбежка со стороны россиянина. Очень неплохо. Все он снова поставил на свои места. Бой вернулся, и мы видим тот же рисунок, что и в первых шести раундах. Более спокойное русло немножко перешел поединок. Но Федор полностью контролирует сегодня поединок, полностью контролирует сейчас бой. Немного, ненамного, скажем так, хватило эмоций, хватило желания англичанина. Идет восьмой раунд, практически заканчивается. Мне бы сейчас очень хотелось заглянуть в карточку Виктора Симонса, того реферия из Панамы, который тогда посчитал победителем Феликса Штурма. Но думаю, сегодня у него уже таких шансов. Пропускает левый снизу Федор. Отвечает левый сборку. В размен опять идет, посмотрите, встал. Встали боксеры плотно друг перед другом. И да, зря это было. Ну что ж, решающие раунды наступают в поединке. Ну, не знаю, насколько тревожны вот эти моменты, когда Федор немножко увлекается, да, дает волю эмоциям. Не надо это делать, надо все-таки с более холодной головой действовать. Тем более, конец поединка здесь и усталость накапливается, и каждое неточное движение может стать роковым. Я думаю, Борис Сергеевич, все любители бокса, и кто разбирается в боксе, понимают, что это все-таки единичные эпизоды. Но подобными вещами Федор дает возможность оценивать по-другому судям. И немножко смотреть в сторону. Да, для чего это делать? Не нужно. Не нужно идти в откровенный обмен и пропускать удары. Не стоит. Рисунок немножечко портится. Да и удары лишние пропущены, они совсем ни к чему. Чуть почище. Не терять рисунок, не терять свою нить. Но план на бой был хороший. И в общем, в большинстве случаев Федор его сумел воплотить в жизнь. Это вот эту дистанцию, которую он нашел. Скорость, которая помогает ему большинству атак доводить до цели. Это темп боя, который он выдерживает. А бой плотный. Выдерживает с самого начала. Да, скорость, конечно, немножко, чуть-чуть подупала. Но мы видим, какое количество ударов выбрасывают боксеры. И это, в принципе, на протяжении ПЕС, начиная с первого раунда. Уже идет девятый раунд. Удар в корпус от Чудинова. Плотный удар был, почувствовал его соперник. Да, молодец сегодня. Руки держит высоко. И мне нравится, как он режет углы. Он не дает возможность. Постоянно в углу находится англичанин. Это очень важно. Да, в углу или у канатов постоянно. Очень важно. Это важно, что ноги пока еще двигаются у Бульони. Он пока еще не встал. Ну, собственно, девятый раунд подходит к концу. Там пойдут уже чемпионские. Постоянно прессинг, постоянное нахождение перед соперником. Федор ставит канатом Бульони в неудобное положение и удобность для себя. Все делает правильно. Хорошо. Вот, мне кажется, приноровился немножко Бульони к ударам в голову. Федор ответил после гонга. А вот в корпус... Бульони напоминает, что осталось три раунда. Всего три раунда и надо выложиться. Эти раунды... Ну, действительно, в таких боях последние раунды называют чемпионскими. Но характер у парня, в принципе, есть. Потому что столько он уже получал за это. За эти раунды, что мы посмотрели. Но стоит, держится, пытается огрызаться. На что-то еще надеется. Он боксирует у себя дома перед своей публикой. Впереди три раунда. Но надо еще заметить, Григорий, что бой довольно чистый. Согласитесь, да, рефери очень мало вмешиваются. Мы почти не видим клинчей. Кроме вот того нарушения удара после гонга, откровенно. В общем-то, таких особых грязных приемов и грязных... Каких-то... Ну, кроме ударов, наверное, после гонга со стороны англичанин. Ну да, вот это единственное было. А так эпизодов грязных практически и не заметили. Ни одного удара ниже пояса. Нет, все очень корректно. И хорошо, конечно, готов Федор Чудинов. Это заметно. Смотрите, как он чувствует себя физически здорово в десятом раунде. Хорошо опять разнообразно. В корпус. В голову снизу, сбоку. Успел поставить локоть вовремя, перчатку. Англичанин прям чувствуется моментами. Выключается, не держит концентрацию. Ну, посмотрите. Это заметно. Он сейчас больше показывал атаку, да, когда провел вот эти три удара таких, как по груши, куда-то по площадям. И тут же на отходе получил. Точно удар от соперника. Тяжело, тяжело себя чувствует в бульоне. Мы видим. Очень усталый вид. Не может он справиться с атаками постоянными. Федор Чудинов волнами накатывает. Снова боковой точно лажится справа. Чудинов лучше смотрится еще, чем в мае в бою со Штурмом. Ну, правда, может, и от соперника это тоже зависит. Все-таки Фелик Штурм очень опытный боец. Ну, так мне кажется, Фелик Штурм поострее отвечал и поострее контратаковал. Были моменты неприятные для Федора. Да, откровенная рубка, ребята. И все правильно делает Федор. Последнее наставление перед заключительными раундами. Федор выглядит неплохо. И посмотрите на англичанина. Да. Здесь, конечно, гораздо больше ущерб чувствуется. Он очень много ударов пропустил. Очень много. А боксируют эти парни в 10-юнцовых однослойных перчатках. Поэтому каждый удар, как будто вам камнем прилетело в голову или в корпус. Очень неприятно и больно. Снова достает боковыми ударами Федор. Бульонни каким-то чудом продолжает оставаться на ногах. Но все равно молодец, вы знаете. Пытается, пытается навязать. Пытается идти в обмен англичанин. И это похвально. Да, конечно, уже усталость накатила. Одиннадцатый раунд. Свинцовые руки. Свинцовые ноги. И эти три минуты очень долго длятся. Для англичанин точно. Вот так снизу я только хотел сказать. Пробить апперкот снизу. Уже сколько раз у него между перчаток снизу проходил этот удар. Боксер не успевает защититься от этого обед-кота. Английский боксер. Фрэнк Коррин вскакивает, что-то подсказывает, что-то говорит. Как только англичанин... Что можно подсказать сейчас? Здесь, да, здесь тяжело, сложно. Уже бой практически сделан. Проиграно. И я не вижу, чем может переломить. Ну, лаки-панч, как говорят в боксе, да, счастливый удар. Но на него тоже силы давные остаются. Шесть ударов сбоку, мне кажется, Федор проводит, и все в цель. Правильно, разорвал дистанцию, чуть ушел в сторону. Полшага в бок. Тяжело себя чувствовать, англичанин. Тяжело. Правый сбоку, тяжелый через руку. Смотрите, еще находят силы все кривляться. Это, это, эти кривляния, это когда ты уже стоишь у черты. Вы знаете, мы знаем прекрасно. Как это бывает в профессиональном боксе. Ну вот, вы видите, да? Это все больше похоже просто на накачку такую. Давай, давай, иди, парень, ты можешь. Выложись до конца. Такой своеобразный ритуал. Который заменяет пожатие рук перед заключительным раундом. Но бой получился не скучный, и довольно быстро, да, он так пролетел. Интересно, он ярок был на событиях, очень много было моментов интересных. Много ударов. И нужно дать должное. Англичанин достойно ведет этот поединок. И он действительно, как мог, он оказывал сопротивление. И он действительно хочет и хотел выиграть. А вот его фанаты, посмотрите. Единственное, 12-й раунд, если, если попадать в счастье в обмене, нужно просто устроить драку. Это единственный шанс для того, чтобы хоть как-то перевернуть этот поединок. Остались ли силы на это? Посмотрите. Короткие прямые удары, снова ложатся в цель. Очень короткие, очень быстрые. Молодец, Федор. Очень уверенно. Знаете, вот по-настоящему, по-чемпионски. Вышел, навязал свой рисунок. И сделал свой бокс. Сил еще осталось, да? Очень демо, посмотрите. Право прямой, такой неожиданный. Стоит англичанин. Да, и чаще в корпус, чаще в корпус, Федор. Очень тяжело себя чувствовать англичанин. Стоит англичанин. Очень тяжело, очень. Очень тяжело, очень. Толком выйти. Хороший раунд для Чудинова. Хорошо шаг в сторону и слева, снизу, слева. Минута. Сколько сил еще осталось на хорошей комбинации, да? Великолепная подготовка. Конечно же, мы можем поздравить и Федора, и команду с великолепной проделанной работой. Левый сбоку. Англичанин стоит. Из последних сил. Правый прямой, левый сбоку от Федора Чудинова. Англичанин качает. Секунды остаются до конца поединка. Автопилот в таком же бульоне пытается что-то сотворить, как-то ответить. Но рефлексы еще работают. Левый сбоку. Голова откидывается у англичанина. Стоит. Хорошо разорвал дистанцию сейчас Федор. Гонг. Бой закончен. Алибидуреев трейлер выскочил в ринг. Ну что ж. В бульоне его секунданты тоже подпадривают. Как могут. Ну, парень сделал все, что было в его силах. Попытался. Но пояс был высоко. Не дотянуться было до этого заветного трофея. Хорошие данные у этого боксера. Высокий, длиннорукий. Но, к сожалению, не все правильно поставлено, наверное, с точки зрения техники. Он англичанин. Поэтому есть когда расти. Он мягковат, мне кажется. И уступал в скорости, безусловно, в россии. Да, большая трепка произошла для бульона, если честно. Все правильно, да? Да, посмотрите. Первые 5-6 раундов безотказно работал передней рукой джебом наш боксер. Это принесло свои плоды. Потому что во второй половине боя бульоне уже был физически. На таком спаде уже. Ну, сказалось. Измотан был сильно. Тот тоннаж ударов, который был пропущен в первой половине, он сказался. Ну, и в углу россиянина, конечно, все довольны. Хороший бой провел Федор Чудинов. И заслуженно одерживает победу в этом поединке. Первая защита титула. Я не вижу Дмитрия Чудинова. Обычно он всегда бывает на боях брата. Они поддерживают друг друга всегда. Ну, сейчас официальный вердикт мы услышим из уст ринг-анонсера. Рефери вызывает боксеров в центре ринга. Итак, послушаем, как боковые суди оценили. Какой счет в итоге в этом бою. Единогласным решением. Да, единогласным решением. 117-110, 116-112, если я не ошибаюсь. Ну, даже чуть близковато, да, посудили судьи? Ну, это не важно. Близковато, если честно. Ну, мне кажется, практически все равно. Главное, что все были единодушны в определении победителя. Таким образом, Федор Чудинов отстоял свой пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в суперсреднем весе, с чем мы.